Международный турнир памяти героя Советского Союза Константина Короткова стартовал в Хабаровске. 14-й по счету соберет на ринге больше 120 спортсменов из России, Китая, Туниса, Конга. Всего из 16 стран. За открытием соревнований наблюдал Максим Вонаков. После торжественного открытия 14-го международного турнира памяти Константина Короткова по боксу первыми на ринг вышли девушки. На ринг в универсальном краевом спортивном комплексе на стадионе Ленина выйдут 29 девушек, а общее количество боксеров более 120. Они защищают флаги Туниса, Сербии, Южной Кореи, Конга, Китая, Палестины, Королевства и Сватине. Всего в Хабаровск прилетели спортсмены из 16 стран. Насчет этого турнира знают везде. Это один из самых сильных турниров. Мы ищем очень серьезные вызовы, поэтому прилетаем на такие турниры. Нам очень здесь нравится. Во-первых, обстановка вся, спортивные объекты, все доступности, все организовано, все четко и слажено. Очень нравится. Ребятам тоже. После недавно прошедшего чемпионата мира по боксу в Ташкенте первые номера сборных отдыхают. Однако даже в этом случае уровень спортсменов на турнире в Хабаровске высочайший. Например, приехавшая в сборную Узбекистана привезла 15 боксеров. Среди них чемпионы Азии, Европы и мира. Все больше и больше стран приезжают, зарубежных стран. Вот сейчас, как вы думаете, несмотря на санкции, но все страны, все спортсмены и все страны дружат. Все участвуют в этом турнире. Мы любим Хабаровск. Да, так как здесь народ действительно гостеприимный, что сказать, федерация бокса Хабаровска нас встречает гостеприимно. Спасибо всем им. Ближе, 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 ближе. Ближе, руки. Поджимай, поджимай, не давай. Многие спортсмены сборной России на турнире памяти Константина Короткова готовятся к чемпионату страны, который впервые за 10 лет вновь пройдет в Хабаровске. Очередной праздник бокса состоится в августе. Сейчас чемпионат мира показал, что немножко нашим ребятам на чемпионате мира не хватило именно международных встреч за последние вот эти годы, будем говорить, за последние печальные годы. И, конечно же, турник Короткова – это прорывной такой момент. Готовитесь к чемпионату России, может быть? Да, подготовка больше идет к чемпионату России, боевая практика. Ну, естественно, прочувствовать акклиматизацию, побоксировать. Финальные поединки в универсальном краевом спортивном комплексе пройдут 27 мая. Вход для зрителей свободный. Также решающие встречи можно будет увидеть во время прямой трансляции на телеканале Хабаровск. Максим Ванаков, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.